Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Большое спасибо, что зашли на наш канал и смотрите это видео. Сегодня я хочу рассказать вам о странной книге, которая называется «Касьян Гайлизовский. Жизни и творчество. Статьи и воспоминания документы». Книга эта вышла в свет в 1984 году в издательстве Всероссийского театрального общества. Книга рассказывает о жизни, судьбе, творческом пути Касьяна Ярославича Гайлизовского. Касьян Гайлизовский – это одна из самых странных и загадочных фигур русского советского балета. Вообще, когда рассказываешь о такой книге, довольно тяжело абстрагироваться от, собственно говоря, героя этой книги. И хочется рассказывать о самом Гайлизовском, а не о книге, которую держишь в руках. Тем более, что его жизнь и книга – вещи совершенно неразделимые. Как эта книга построена? Книга эта построена следующим образом. Она разбита на годы, и в каждый год введены какие-то документы. Это либо переписка Гайлизовского с кем-то. Например, 30-й год начинается с письма Дунаевскому Гайлизовского и их переписки. Либо каких-то критических статей, которые писали о работах Гайлизовского. Либо, как, например, 1926 год, открывается либретто «Смерч», которое Гайлизовский написал и надеется его поставить. В этом смысле каждый год в этой книге, а лет прожил Гайлизовский очень немало, он умер в 1970 году, будучи человеком уже довольно преклонного возраста. Каждый год получает характеристику, которая относится не только и не столько к Гайлизовскому, сколько вообще говоря к тому времени и к той эпохе, в которой это было написано. Очень любопытно проследить по документам, которые описывают жизнь Гайлизовского, за жизнью нашего общества, за жизнью нашей страны. Вообще Гайлизовский фигура уникальная. В чем уникальность фигуры Гайлизовского? Гайлизовский, пожалуй, единственный человек, который может одновременно называть своими учителями таких разных людей, как Фокина и Горского. Гайлизовский может говорить о том, что он является соратником Мордкина. По крайней мере, в одни из первых лет советской власти именно Мордкин привел в свою студию Гайлизовского и сказал, что этот человек будет вести занятия и будет являться базовым хореографом. Я думаю, что даже совсем молодые наши зрители прекрасно знают, кто такой Мордкин, вспоминают его замечательные партии, которые он танцевал вместе с несравненной Анной Павловой. Гайлизовский человек, который мог бы добиться, наверное, всего того, чего он не добился. Простите меня за этот каламбур. В студии Гайлизовского, например, Ассад Мацереля делал свои первые шаги в балете. Гайлизовский поставил балет «Осип Прекрасный», о котором не просто тепло отзывался Баланчин. Баланчин писал письма Гайлизовскому, где называл его своим учителем. Гайлизовский – та самая часть русской культуры, которая была утрачена благодаря тому, что к русской культуре в России всегда относились очень плохо. Гайлизовский мог бы стать советским баланчиным, но советским баланчиным он не стал. В 40-е годы, когда начались гонения на все живое, когда пошли зачистки театральные, когда была отправлена в отставку Ваганова, когда Федор Лопухов ждал неминуемого ареста и не был арестован только благодаря тому, что его сестра была замужем с Джоном Мейнордом Кейнсом. В эти годы Гайлизовского отправили в теплые края. В этих теплых краях – Узбекистане, Молдавии – он работал с фактически самодеятельными театрами и ставил там народные танцы. Причем делал это так здорово, что коллективы под его руководством получали какие-то совершенно выдающиеся, потрясающие награды. Когда закончились гонения, когда началась какая-то другая жизнь, уже никто не помнил Гайлизовского как выдающегося танцевпостановщика. Вообще Гайлизовский, конечно, начинал как танцовщик. Он же был учеником Фокина, точно так же, как и, например, тот же Баланчин. Именно Фокин преподавал ему хореографию. И будучи одним из последних выпускников хореографического училища, он танцевал в ведущей партии, в том числе и в Большом театре. Правда, о своей карьере классического танцовщика Гайлизовский отзывался весьма скептично. Он считал, что это очень-очень скучно. Не прошел Гайлизовский и увлечение, которое в 30-е годы повально захватило Москву. Так называемое движение босоножества, студиями. Гайлизовский ради того, чтобы работать в собственной студии и возглавляет созданный им камерный балет, оставил Большой театр. Кстати, есть очень любопытные свидетельства о том, как он пишет о Большом театре. Он говорит, что, конечно же, очень жаль, что теперь нет устойчивого оклада, нет возможности обедать в дешевой столовой, никто не шьет тебе костюмы, не накладывает грим, но зато есть свобода. Его камерный балет просуществовал так же недолго, как и все остальные театры, которые создавали яркие режиссеры. Мы знаем с вами о судьбе Мирхольда, мы знаем с вами о судьбе Таирова, но, собственно говоря, Гайлизовский избежал судьбы Мирхольда только потому, что он вовремя покинул Москву, скрылся, так сказать, с радаров нашего замечательного следствия. Мог бы Гайлизовский создать балет, который был бы сопоставим с тем, что создал Баланчин? Конечно, бы мог. Более того, диалог Баланчина и Гайлизовского, возможно, получился бы крайне интересным и дал бы дополнительные импульсы к развитию балета. Но об этом сейчас можно говорить исключительно, исходя из каких-то допущений и представлений о том, что история могла бы быть другой. Давайте вернемся к книге. Что можно сказать о книге? Книга на самом деле богата иллюстрациями. Это уникальные фотографии самого Гайлизовского и людей, с которыми он работал и общался в те самые годы, которых мы очень мало знаем, потому что в 20-е и 30-е годы театральная Москва – это та сфера, которая до сих пор все еще находится под грифом «секретно» и все еще лежит в архивах НКВД. Кроме этого, здесь есть много декораций, которые были использованы в балетах Гайлизовского. Здесь есть замечательные фотографии, которые описывают его балеты, которые он ставил тогда. Прежде всего, балет «Прекрасный Иосиф». Ну и, конечно, это его балеты, поставленные в Большом театре в последнее время. Они, возможно, не так интересны, хотя так же точно, как и то, что было снято в 30-е годы, рассказывает история нашего балета. И по ним, так же, как и по документам, которые опубликованы в книге, можно проследить жизнь Советского Союза и жизни культурной общественности того времени и периода. Фотографии, я думаю, что вы посмотрите, мы разместим их в ролике. Так же афиши и все-все-все то, что составляла жизнь Гелезонского. Жизнь Гелезонского, на самом деле, она, несмотря на то, что была долгой, по большому счету, уложилась в очень короткие периоды. Эти очень короткие периоды выделяются довольно ярко. Первый период – это период, когда он работал в мюзикхолах. Гелезонский много работал в мюзикхолах, ставил у них, имел огромный успех. Его номера пользовались огромным спросом. Потом культура мюзикхолов вместе с НЭПом ушла. Гелезонский много работал в театре, в настоящем балетном театре. Но его работы очень быстро закончились. Вместе с другими балетными новаторами он отправился на периферии культурной жизни. Вернувшись к этой самой культурной жизни, он уже не претендовал на ведущие позиции в области хореографии, а занимался просто тем, что помогал другим удачевым постановщикам создавать красоту. Умер он по дороге с работы на дачу взрослым человеком, вполне себе сложившимся, вполне со сложившейся судьбой. Безусловно, остается вопрос, что было бы, если бы Гайлизовский уехал, например, к Диагилеву. Что было бы, если бы Гайлизовский эмигрировал точно так же, как Баланчин в Америку. Что было бы, если бы он стал дальше работать с Фокином. Ответы на эти вопросы мы не получим никогда. Есть ли какой-то след в так называемом российском балете от Касьяна Гайлизовского? Довольно сложно сказать, но ясно, что Касьян Гайлизовский оставил свой след в балеты Баланчина. И неисчерпаемый хореограф Баланчин сохранил для мира, для искусства и для балета все то, что придумал Гайлизовский. Тот факт, что Гайлизовский остался в России, а не уехал как Баланчин. Что он не смог реализоваться, что его балеты, например, «Осиф Прекрасный» остались в далеком прошлом. Что его постановка «Кармен» так и не увидела свет. Мы знаем этот балет. Мы знаем, что Гайлизовскому принадлежит 16 номеров в балете «Дон Кихот», который ставил Горский. Но сейчас от балета «Дон Кихот» Горского, так же, как и от номеров Гайлизовского, не осталось никакого следа. Очень забавная история, но Гайлизовского хранит американский балет Баланчина. В заключении можно сказать, что Гайлизовский является потомственным артистом балета. Его мама танцевала на сцене императорского театра, его отец пел в опере этого же самого театра. И Гайлизовский мог бы стать той самой жемчужиной, которая бы украсила балет, «Если бы не случилась Великая Октябрьская революция, и если бы культурные традиции в России не прервались». Прервутся ли они еще раз? Сложно сказать. Я думаю, что не прервутся. По той простой причине, что никаких культурных традиций в современной России уже не осталось. На этой грустной ноте я хочу вам показать эту замечательную книжку. Гайлизовский. В этой книжке мы можем увидеть судьбу человека. И в этой судьбе, как в маленькой росинке, отражается весь мир. Отражается история Российской империи, которая стала Советским Союзом. Гайлизовский не успел дожить до 1985 года, всего 15 лет. Возможно, он увидел бы новую Россию. Нашел бы он себя в ней, какой бы она ему показалась. Сказать довольно сложно. Но ясно одно, что человек, сопоставимый с Баланчаным по своим хореографическим талантам и дару, в Советском Союзе реализовался лишь от счастья. И это очень обидно. Я рекомендую вам эту книгу не только как книгу о балете, но и книгу о российской истории. Как книгу, в которой очень хорошо показана история театральной Москвы и судьба живого человека. Спасибо, что оставались с нами. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok